Братья и сестры, сегодня мы слышали частичку Святого Благословения от апостола и евангелиста Марка. Первое зачало, в котором говорится о том, как Господь посылает Пророка Притечу, Христителя Своего, для того, чтобы он уготовил путь к Господу, Богу и Сподителю нашему Иисусу Христу. В печать Пророков, величайший из Пророков Диван Притеча, он прожил совсем короткую жизнь, 30 лет такого отшельничества, самоотречения, такой аскетической жизни, где-то около полутора лет проповеди его и 4 месяца тюрьмы. Вот такая его короткая жизнь. Но он совершил свою миссию, свое величайшее действие, которое уготовил ему Господь. Он предвозвестил, он явился озарой того света, который пришел в этот мир, чтобы спасти погибающий человеческий род. Мы слышали в сегодняшнем Евангелии о том, как Иоанн Притеча вышел на свою проповедь, и как приходили к нему множество народа и крестились у него в реке Ивардана. Крещение, так называемое, покаяние. Вот, братья и сестры, Иоанн Притеча, он является примером для нас, примером для подражания. Крещение, мы знаем, что когда он вышел на эту проповедь, когда он говорил, что уготовьте путь, он вышел, уготовьте путь Господень. И он, скажем так, явился такой трубой Божией, через которую Господь возвестил о том, чтобы люди изменили свои сердца. Глаз, вопиющего пустынь, то есть своего рода его уста, через них говорил Господь и призывал людей, народ израильский, чтобы они уготовили в первую очередь свои сердца к пришествию того, кто пришел, чтобы спасти человеческий род. Спасителя мира, свет, истинный свет пришел в мир. И, братья и сестры, Иоанн Притеча, он провозвестил об этом и говорил такие слова, что «всякий долг да наполнится, всякий холм да понизится». Он призывал к тому, чтобы ближний делился пищей. Он призывал к тому, чтобы у кого две одежды, чтобы он отдал ближнему. Говорил также и воинам, чтобы они не обижали, справляли свою службу исправно, не брали больше, чем им положено, не клеветали. Говорил и мытарям, чтобы они больше положенного не брали. Говорил хорисеям, говорил, что порождение не виднены. «Как вы можете уйти отсюда, Божие?» Он призывал всех изменить свою жизнь. И вот сегодня его устами Господь призывает нас изменить свою жизнь. Иоанн Притеча – это, скажем так, голос Божий, который есть в каждом из нас. А в каждом из нас голос Божий – это голос нашей совести. И вот голос Вопиющего в пустыне – это, конечно же, пустыня – это наше победелое сердце, в которое даже не могут войти словеса Божественной Евангелия, если оно не очищено грехов. Здесь очень часто бывает в нашей жизни так, что христианину, который себя так называет, ему даже не хочется открыть вот эту вот благую весть, открыть Евангелие и прочитать Священное Писание. Ему скучно, ему неинтересно. Почему так происходит, братья и сестры? Потому что земля его сердца окаменела. Она не готова принять вот эту вот живительную благу, вот эти вот семена благодати, эти вот божественные семена, которые для нас оставлены апостолами, память которых мы сегодня празднуем в Священном Писании. Вот братья и сестры Иоанн Петеча, он призывал к покаянию, он говорил, «Покайтесь, люби за нас, царство и небесное». Вот братья и сестры, конечно же, все это можно относить к себе, все это можно относить к нашему времени и к нашему обществу. Немного людей ходят в храмы, и, конечно же, вот эти вот выражения бессовестного общества, бездуховного общества, это говорит о том, что многим неинтересно священное Писание по причине того, что сердце у них не очищено от их грехов. И вот покаяние, это является условием того, чтобы принять вот эти вот жрительные, благодатные славица Господа. Вот к этому призывает нас сегодня, через 2000 лет, святый пророк, пречещий Господь Иоанн. Призывает нас принять Христа, принять Его через чтение Священного Писания, принять Его в свое сердце через покаяние. И вот, братья и сестры, Господь пришел в мир, чтобы спасти каждого человека. И мы знаем такие слова, что Господь своей благодатью, не мочиная врачу, и аспудивающе восполняет. Так вот, братья и сестры, будем просить, чтобы по милости Божией Господь исцелил нас, исцелил наши души, наши сердца, и восполнив все наши мемощи, даровал нам жизнь вечную. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok